Клетки являются мельчайшими единицами живого. Все клетки имеют три общие черты, и неважно, какого типа это клетки. Все клетки имеют клеточную мембрану, отделяющую их внутреннее содержимое от окружающей среды, цитоплазму, желеподобное внутреннее содержимое, и ДНК, являющаяся генетическим материалом. Существует два основных типа клеток. Первый тип – это эукариотические клетки. В таких клетках есть такой компонент, как ядро, и все важнейшие органоиды. Эукариотические клетки являются более продвинутыми и сложными клетками. Из них состоят растения, животные и грибы. Второй тип – это прокариотические клетки. У них нет ядра и органоидов, окруженных мембраной, но у них, конечно же, есть генетический материал, только содержится он не в ядре. Прокариоты всегда представлены одной клеткой, то есть это всегда одноклеточные организмы, например, бактерии. Что же такое органоиды? Это как маленькие органы, являющиеся частью клеток, имеющие специальные уникальные функции. Начнем мы с вами с ядра. Это центр управления клеткой. Ядро содержит ДНК или генетический материал. ДНК определяет, что будет делать клетка и как. Хроматин – это расплетенная форма ДНК, находящаяся под ядерной мембраной. Когда клетка готова к делению, все молекулы ДНК начинают скручиваться в структуры, известные нам как хромосомы. В ядре можно выделить особую структуру – ядрышко. Здесь производятся рибосомы. После того, как рибосомы покинут ядро, их важнейшей задачей будет синтезировать белки, а точнее собирать. В ней ядра рибосомы и остальные органоиды дрейфуют в цитоплазме. Рибосомы могут свободно плавать по всей клетке или же быть прикрепленными к эндоплазматической сети. Или сокращенно – ЭПС. Существует два типа эндоплазматической сети – шероховатая, несущая на себе рибосомы, и гладкая, не имеющая рибосом. ЭПС представляет собой одномембранный канал для транспортировки веществ. Например, белков, синтезируемых рибосомами. Белки и другие вещества выходят из ЭПС в маленьких пузырьках. И аппарат Гольджи, или как его еще называют комплекс Гольджи, принимает их, по мере своего продвижения через аппарат Гольджи эти белки модифицируются и созревают для того, чтобы клетка могла их использовать. Аппарат Гольджи обеспечивает сворачивание или фолдинг белка в его функциональную форму или присоединяет к нему другие вещества, такие как липиды или углеводы. Вакуоли – это похожие на мешочки структуры, хранящие различные вещества. В данной растительной клетке центральная огромная вакуоль хранит воду. Возвращаясь к животной клетке, сейчас вы можете наблюдать такой органоид, как лизосома. Лизосомы – это специальные утилизаторы, которые захватывают поврежденные или старые компоненты клеток. Лизосомы заполнены ферментами, расщепляющими этот клеточный мусор. Митохондрия – это энергетическая станция эукариотических клеток. В ходе процесса, который называется клеточное дыхание, митохондрия производит молекулы АТФ, которые обеспечивают энергией всю жизнедеятельность клетки. Клетки, нуждающиеся в большом количестве энергии, соответственно, имеют больше митохондрий. Важно отметить, что клетка сохраняет свою форму благодаря наличию цитоскелета. Цитоскелет включает в себя нитеподобные микрофиламенты, сделанные из белка и микротрубочки. Некоторые организмы, такие как растения, являются фотоавтотрофами. Это значит, что они поглощают и преобразуют энергию солнечного света, а также имеют клетки, содержащие хлоропласты. Хлоропласты – это органоиды, где происходит фотосинтез. Он зеленый, потому что содержит зеленый пигмент хлорофил. Растительные клетки имеют клеточную стенку поверх клеточной мембраны, которая поддерживает форму и защищает клетку. У животных клеток нет клеточной стенки, но зато есть много других уникальных структур, которые содержатся только в некоторых клетках. Вот некоторые из них. В организме человека, например, дыхательные пути высланы клетками, имеющими реснички. Эти микроскопические, похожие на волоски образования, могут волнообразно двигаться, и это помогает им улавливать частицы, содержащиеся во вдыхаемом воздухе, и избавляться от них при кашле. Еще одна уникальная особенность некоторых клеток – это жгутики. Некоторые бактерии имеют жгутики. Жгутик похож на маленький хвост, который помогает клетке передвигаться. Единственная человеческая клетка, которая имеет жгутик – это сперматозоид. Еще больше уникальных материалов у меня в профиле.